Первые два мировоззрения, да, и еще вот этот вот контекст, который нам нужен, он нам нужен лишь постольку-поскольку, да, поэтому мы пробежимся довольно быстро по первым, по крайней мере, трем донаучным формам мировоззрения и подробнее, собственно, остановимся на последних трех, чтобы показать, что наука, да, не самая... Мне не нравится рассмотрение через формы мировоззрения, потому что, опять же, нету никакого единого религиозного, нет никакого единого философского, нет никакого единого мифологического мировоззрения, на самом деле все довольно перемешано, все довольно перемешано здесь, да. У религии, так или иначе, есть огромное количество свойств философии, религия плюс-минус, да, появляется из некоторых философских течений. Какая-то определенная религия, например, там, христианство, она заимствует огромное количество элементов из философии, платоников и перипатетиков, соответственно, да, то есть как раз отцы церкви, они обсуждают всякие темы, связанные с грядущей, становящейся религией и заимствуют огромное количество элементов у античных философов. Вот. С другой стороны, религия-то, она не только христианская бывает, она бывает еще, там, ислам, буддизм бывает, бывают еще дохристианские религии, включая иудаизм, включая неаврамические религии. И за всякой подобной религией стоит, да, вероятно, какая-то философская система, но при этом философии, они как появлялись, так и будут появляться в целом, да, и в мифе тоже непонятно, как миф от философии в конечном итоге отличается. Вот. Да. Так вот, наука здесь тоже не очень сильно выделяется на фоне всего остального, потому что если мы берем вообще весь спектр возможных философских течений, учений и так далее, вот, это сразу же, это сразу же наталкивает нас на мысль, что, в принципе, и религиозные учения в философию прописываются, и околомифологические прописываются, и в кавычках научные, и скептические, и агностические, и вообще все, вообще все возможные прописываются в так называемое философское мировоззрение, неожиданно. Опять же, непонятно, что имеется в виду под философским мировоззрением. Если под философским мировоззрением мы имеем в виду просто рациональную религию, типа платонизма, перепатетизма, но еще лучше сказать томизма, да, то вообще непонятно, почему мы ее от религии как таковой отделяем, потому что, в принципе, томизм это направление теологии, и философии, и теологии одновременно с этим. Тогда в целом непонятно, да, если мы цепляемся за такую стандартную философскую традицию, в которой у нас есть Платон, в которой есть Аристотель, в которой есть рационализм, логика и так далее, но при этом чаще всего еще и Бог есть. Но тогда это мало чем отличается от религии христианской, в данном случае католической, потому что элементы... Ну, католичество довольно рационально в целом, ну, оно всегда было плюс-минус преимущественно рационально, и остается преимущественно рационально. Религия должна быть раньше в философии, смотря, что мы понимаем под философией, что мы понимаем под религией, вот, чтобы мы понимаем под мифом, да, была ли в Греции религия как таковая, потому что там строго и структурно организованной религии как таковой не было. Является ли структурность критерием религии, это хороший вопрос, который зависит от определения, которое мы используем. То есть, в смысле, здесь действительно можно философию и религию спонтанно поменять, конечно, но, опять же, все зависит от определения религии, которую мы даем, и от определения философии, которую мы даем. Потому что я, например, даю такое определение философии, которое делает ее прежде вообще всего, и прежде мифа, кстати, тоже, да, философия как продуктивное мышление. Вот. И в этом плане, и в этом плане философия, которая оказывается перед всеми течениями, учениями, ответвлениями разными, в общем-то, от науки, не науки, а перед всякими дисциплинами, это такое базовое продуктивное мышление, которое необходимо для создания всего, чего угодно. Да, в области мысли, конечно, мыслимого. Последнее новшество, что есть вещи постнаучные. И поэтому, да, мы делаем это схематично и быстро, и долго не останавливаться. Но если есть вопросы, я готов на них ответить, только единственное, что я сейчас не надел очки, поэтому если вы поднимаете руку, а я не останавливаюсь, поднимите ее еще выше или помышите, чтобы кто-нибудь еще вас увидел и меня остановил. Значит, миф и философия. Значит, это вот такое противопоставление, связанное с, ну, оно везде во всех учебниках истории философии, что у нас философия вырастает как отрицание мифа. Тут важно, да, вот это вот противопоставление. Тем временем Платон рассказывал мифы. Тем временем Платон аргументирует через мифы. Ну да, ладно. Первый из них связан с тем, что в мифе не существует деления на истину и мнение, в смысле на истину и ложь, на то, что есть и то, чего нет. Или условно на мое мнение, его мнение и то, что есть на самом деле. Мы с вами можем отличить собственные мысли от того, что существует на самом деле. Я могу отличить при желании, что то, что я думаю, может не совпадать с тем, что происходит на самом деле. Человек, который живет в мировоззрении, миф не может этого сделать. Можно его сравнить с ребенком в этом смысле, который уверен, что все, что он думает, так и есть на самом деле. То есть, если говорить совсем грубо, да, мы сейчас с вами пойдем поздно ночи после этой лекции через парк или через темный ужасный город. Нам может вдруг, если мы еще это делаем одни, может показаться, да, что какие-то страшные деревья пытаются нас схватить за руки или за углом за нами кто-то наблюдает и так далее. Мы будем себе объяснять, что это нам просто кажется, что это нам приснилось. Ну, не приснилось, что это мы сами себе выдумали и будем себе объяснять, что надо идти дальше, не замечать, это я сам себя обманываю. Вот мифологический человек не знает, что он сам себя обманывает. Какой к черту мифологический человек, кто это такой? Мне вообще не нравится, когда, знаете, вот появляются всякие шизо-убер-маргиналы, шизо-дегенераты, которые начинают видеть в язычестве, например, какую-то единую целостную структуру и описывать всякое язычество как нечто одно, одинаковое, с очень близкими друг другу свойствами. Проблема заключается в том, что язычество это преимущественно христианский термин, который христиане ввели, чтобы обсирать своих оппонентов, по большей части. И там христиане... В страшном мире, который хочет его схватить, утащить, утянуть куда-то, съесть и так далее, он в этом мире находится, живет, потому что он не может отличить то, что у него в голове от того, что есть снаружи. Соответственно, философия начинается там, где начинают различать истинное мнение, где начинают говорить о том, что есть правда и неправда. Но в мифе же различают правду и неправду. Я не понимаю, что такое неразличенность, истинное мнение. Но типа до фалеса буквально люди ходили такие, умнейшие в смысле люди, образованнейшие, которые писать умели, ходили и не могли понять, есть там истина или не истина. Они просто такие... Зевс, Зевс, и все. Я просто не понимаю, как это даже выглядеть должно. Я даже не понимаю, на чем это базируется, на каких источниках это базируется. Ну, не считая всяких эвол и так далее, прочих шизофреников. И, соответственно, отсюда вытекает следующее. Главное противопоставление в мифе — это противопоставление между нами и чужими, между нашим сообществом и чужим сообществом, между нашим мифом и чужим. Соответственно, в философии главное противопоставление — это между моим мнением, которое истинно, и всеми остальными, которые неправы. Философ, по крайней мере, вот такой греческий, китайский или какой, начинает всегда с того, что он все понял и всем должен все объяснить. А в арамические религии, они не так начинаются. Там не какой-то мужик типа Моисея всё понял неожиданно на горе, с кустом поговорил и всё понял. А потом он начинает всем вокруг это объяснять и, соответственно, делать очень странные дела, революции, перевороты и так далее, так далее, так далее. Убийство младенцев организовывает, подкупает Господа Бога нашего, Иисуса Христа, ну там не Иисус ещё, там ещё, я не знаю, ну он, наверное, был по-христианской мифологии, но не по-христианской там Иисуса же не было, ну вот. Или это ещё, это не мифология, это уже религия получается. Как можно не различать в кавычках истину и в кавычках мнение? Потому что, скорее всего, разные позиции, особенно там в кавычках мифологические, языческие, они были на протяжении всего становления человечества. Как их можно не различать? Как это может получиться вообще? Ну, я бы так не сказал. Я не понимаю, что такое миф коллективен. Более того, если сначала перед единичным существует коллективное, я не понимаю, как это коллективное появляется. Опять же, философия работает по принципу. Сначала у нас появляется мыслитель, мыслитель создаёт некоторые идеи, у этого мыслителя появляются ученики, ученики следуют идеям своего учителя и появляется коллективная такая вот философия. Это у нас записано в разных источниках, это мы можем проследить, что оно именно так и происходило. Дальше, как мы рассуждаем о мифе? О мифе мы не рассуждаем никак, по сути. Мы просто говорим, что был какой-то рандомный период неразвлечённости. И у нас был какое-то коллективное воззрение. Честно говоря, я не понимаю, что такое коллективное воззрение, во-первых, да, потому что философские идеи, они тоже в итоге становились коллективными и даже перетекали в религии в итоге. Это с одной стороны. А с другой стороны, я не понимаю, откуда берёт начало это коллективное воззрение, не из позиции ли одного или нескольких человек, которые эту позицию организовывали. Потому что все прецеденты в истории, когда позиции появлялись, и мы это видели, это всё происходило приблизительно так. Действительно, один, два, три, четыре, несколько человек, соответственно, брали, придумывали какие-то идеи. После того, как они придумывали какие-то идеи, ну, они их распространяли. Потом получались какие-то мифологические системы, какие-то объединения, какие-то группы людей, которые иногда перерастали в религии. Вот так вот постепенно понарастающе это происходило. Это исторический как бы факт. Да, то можем ли мы перенести его в дофалецовскую эпоху? Интересный вопрос, но из эпохи дофалеца у нас и данных не то чтобы сильно много. Чтобы судить о том, что там была какая-то в кавычках неразвлечённость, или, например, уже было развлечение на истинное мнение. Знаете, буду отстаивать такую позицию, что мы себе с большим трудом можем представить ситуацию, когда мы не различаем истинное мнение. Это просто из разряда чего-то, находящегося на границе возможного, наверное. Давайте себе представим, вот у нас два племени живут рядом. У одних одна мифология, у других другая мифология. Разве одни не считают, что другие неправы? Разве одни не считают, что у них истина, а вот у тех какая-то чепуха, да? Они не считают, что их бог истинен, а чужой бог это шиза какой-то рандомный, да? Просто может быть человек, может быть просто злой бог, который вторичен по отношению к их богу. То теперь осмысляют соседнюю религию по-своему. Через главенство собственного бога. Разве это не так? Разве это не так? И все равно же получается, что мы считаем, что это наш бог, это классный, да? А их бог отстой. А с другой стороны, челы другого племени считают, что наш бог классный, а вот их бог отстой и вторичен по отношению к нашему. То есть наш бог там создатель мира, или хотя бы очень важного его сегмента, а их бог как бы посос обычный, которого надо уничтожить. Ага. Ну как уничтожить? Их племя надо уничтожить, конечно. Вот типичное разделение на истину и мнение. Честно говоря, я не понимаю, что это за неразвлеченность. Ну ладно. Потому что я вот этот коллективный миф разрушаю, разбиваю, нахожу там какие-то несерьезности, или наоборот, я его как-то по-другому интерпретирую, нахожу новые интересные вещи в нем. Ну и связанные. Ну точно так же сейчас можно к философии войти и сказать, что философия это коллективный миф, потому что она существует коллективно, потому что существует длительная философская традиция, существуют платоники, христианские мыслители, аналитики всякие, которые рационализм и логику надрачивают, тоже часть традиции. Вот как бы вам такая вот структура. Такой коллективный миф, распространенный у огромного количества людей. Более того, относительно той же логики и рациональности люди не различают очень часто рационально и иррационально. Для них это как бы деление не имеет какого-то особого значения. Люди в чистом рацио думают, что пребывают. Им очень приятно осознавать, что они чистые рационалисты, они всегда рационально думают, хотя это почти всегда не так. По критериям своих же собственных рациональных претензий всегда происходит слом, просос какой-то, который полностью, который полностью запрещает, в общем-то, ну не запрещает, который полностью мешает быть рациональным, абсолютно последовательным во всех областях, независимым, свободным и так далее, так далее, так далее. Где-то будет провицание очень жесткое, потому что люди, к сожалению, улегчают тюни компуктера. С этим, может быть, не настолько очевидно. Третье вот это противопоставление, про то, что миф нужен для того, чтобы провести границы между, собственно, своим и чужим. В мифе всегда есть граница, там, связанная с рекой, с лесом или куда-то еще, куда, например, герой сказок потом будет путешествовать в какой-то чужой страшный мир зацетив земель. И, собственно, миф нужен в том числе для того, чтобы эти границы сохранять, проводить, и чтобы ничто из этих границ к нам не вторглось. Никакие страшные, собственно, деревья, которые нас хотят схватить и так далее. То есть проведение границ, посыпать солью вокруг себя и прочие штуки. Стоп, а как вот неразвлеченность, истина и мнение может каким-то образом совмещаться с много и одно? Наоборот, если неразвлеченность, то все едино, неразлично, в общей массе пребывает. А истина, мнение, философия, наоборот, оказывается много, потому что мнений много, и каждая считает, что оно истинно. Ну, каждый носитель мнения считает, что его позиция истинна. Это все условно, да, мифологические татуировки, например. Да, это тоже ограждение, там, тело, да, проведение каких-то границ. Ну, соответственно, философия — это вторжение вот в эту... Это очень упрощенная дурацкая схема, мне она абсолютно не нравится, кажется крайне сомнительной. На каждом этапе рассуждения все более и более и более, в общем-то, все более и более и более сомнительной. При этом я не понимаю, как здесь происходит разделение на «я» и «другие». Да, то есть философия как индивидуальный такой проект абсолютно тоже мне, ну... Я, конечно, даю определение, согласно которому философ действительно максимально индивидуален, он создает учение, но потом это все в коллектив все равно переходит. Коллектив потом это потребляет. Ну, если философу повезло, конечно. Не всегда автоматически потребляет, но очень часто потребляет. Следующее противопоставление – религия и наука. Опять же, да, мы все двигаемся очень схематично, наверняка многим из вас не нравится то, что я говорю, не согласны и вполне заслуженно, но как бы вот просто нужен. Я надеюсь, он сейчас пояснит, что все это полная хуйня. А, потому что если он этого не сделает, то это полная хуйня, конечно. Полный бред на каждом этапе рассуждения, полный бред. Ну, да, авторитет, сомнение-то в науке, это лол, это как смешно. Контект, чтобы мы могли двинуться дальше к науке. Соответственно, религия, главное, да, вот это, опять же, различение из учебников общества знания, про то, что религия строится на вере, а наука строится на доказательствах, что... Лол, если бы. Если бы наука хоть что-то доказывала. Самое забавное, что наука, когда она говорит, мы используем доказательства, а потом выставляет свою самую классную, крутую теорию, то есть теорию эволюции, неожиданно. Да, потому что теория эволюции, это действительно та теория, которая считается, ну, плюс-минус доказанной, подтвержденной, уже даже считается фактом. И вместо того, чтобы давать строгое математическое доказательство теории эволюции, они просто начинают кидаться фактами, собственно, рандомными. Просто кидаются рандомными фактами, которые, ну, индуктивными, и все. Вот вам и все доказательства. Смотрите, окаменелости! Смотрите, ДНК, смотрите, там вот этот, как там его зовут-то, эмбрион развивается вот так вот, смотрите, 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 да? И ты такой, и по-хорошему-то, и чего? И что с того? Ну вот у нас черепа вот так вот они, по возрастающему их расположили. Ну вы молодцы, прикольно. Для меня это ничего не значит, по сути. То есть, а вдруг эволюции не было, а вдруг черепа просто там оказались? Вдруг даже вот эти, владельцы этих черепов никогда даже не существовали? Там, сатана, дьявол их поместил под землю. Как вы это опровернете? Да никак. А с ДНК вы как опровернете, что сатана создал такие ДНК? Или бог? Чисто по приколу. Вот так вот взял и сделался разумным архитектором. Да тоже вы никак не опровернете. Ну, отлично, хорошо. Крутое доказательство, которое нам ничего, по сути, не доказывает и не опровергает позиции оппонентов. Классное доказательство. Как-то так. То есть, самая большая проблема заключается в том, что люди воспринимают науку как систему каких-то доказательств, как будто бы. Хотя, на самом деле, самое лучшее, что наука вообще научилась делать, это не доказательство, это скорее опровержение. Своих же теорий. И люди очень часто путают теории, которые прошли большое количество опровержений, с теориями, которые почему-то доказаны. Да, теория эволюции, она действительно прошла очень много попыток опровержений. Ее можно, ну, она могла бы проебаться на очень большом количестве ступеней, честно говоря. Но не проебалась. И это хорошо, на самом деле. Это хорошая теория. Ввиду этого, это хорошая образцовая научная теория, которая в целом успешна и не зря успешна. Но то, что она доказана, нет, к сожалению. С доказательством в науке все плохо. Вообще в мире с доказательством все плохо, в философии все с доказательствами плохо, в математике это хорошо. В логике и математике все хорошо с доказательствами, в разных формальных системах все более-менее хорошо, потому что, по сути, вот эта процедура доказательств, она хорошо работает в формальных системах, она всегда там хорошо работала и всегда видимо будет там хорошо работать а перенесение вот этой операции с формальных систем на действительность на реальность всегда с какими-то сомнительными допущениями делается иногда с настолько сомнительными что даже непонятно как она вообще по какому основанию они перенесли им надо ладно вера не требует доказательств до доказательства не требует веры человек который верит наоборот доказательств доказательств это к сожалению требует веры и в это в этом проблема это сверхъестественная допустим бога да не ему не нужны лет ники доказательства в этом собственно чудо веры и состоит а вера да не требует доказательств вера это слабая форма убежденности скорее то есть неожиданно да по определению вера это более слабая форма убежденности чем, например, убеждение, основанное на доказательствах, то есть знание. То есть вера более слабая форма убежденности, чем знание. Очевидно. Это очевидный тезис. Когда мы знаем, мы думаем, мы точно знаем. Когда мы верим, мы такие, ну, хотелось бы, чтобы это было так, наверное, оно там точно есть и так далее, так далее, так далее. Следующее разделение связано с тем, что в религиозной картине мира всегда существует два мира. Это картина миров, в этом смысле, а не картина мира. Ну, иногда не два, иногда три, четыре, пять. Смотря, как поделим сверхъестественное еще. Мир наш естественный, причем сверхъестественное гораздо важнее, и то, что происходит здесь напрямую зависит от того, что происходит там. Ученые предполагают наличие одного мира, вот этого, в котором мы с вами живем. Ну, смотря, что мы еще религией называем, потому что, возможно, есть религии без сверхъестественного. Но есть религии без Бога непосредственно. Короче, я хотел бы сказать одну простую мысль, да. Когда речь идет об антисоентистах, есть, как бы, Александр Шадов. Есть некоторые философы науки, типа Фейерабанда, которых тоже можно считать антисоентичными. Есть некоторые сами ученые и математики, типа, там, Пуанкаре, который конвенционализм сформулировал, например. И есть, соответственно, с одной стороны, религиозные антисоентисты, которые, ну, обычно кринши, обычно не понимают, что такое наука, и, к сожалению, им неплохо было бы многим подкачаться, так скажем, философски, в каком-то смысле. А с другой стороны, есть постмодернисты, которым, на самом деле, тоже неплохо было бы подкачаться, потому что у них свои формы постмарксистского анализа, вот это вот все, шизофрения, вот это вот все, шизоанализ, делес гватари, придумали какую-то хуйню, смотрите, как оно все устроено. Это даже на критику-то особо не похоже. Мы, да, ведущим мировоззрением. Потому что реальным теперь становится не то, что говорят ученые, а то, что показывают по телевизору. А наука становится вспомогательным инструментом того, что говорят по телевизору. Есть, как бы... Наука становится вспомогательным инструментом того, что говорят по телевизору. Как это вообще комментировать? Вот как к этому относиться? Вот ученые приходят со своей обоссанной теорией квантового испарения анусных синусоидов каких-нибудь, и про него в телевизоре вообще не говорят. О нем вообще не слышали. Он сидит со своей теорией квантового изолирования анусных синусоидов вселенских, и никто о нем не знает, на него всем плевать, ничего не рекламируют. А тот, кто рекламирует, так вообще не ученый, скорее всего. Ну, просто какой-нибудь практик. Мне кажется, что машинерия желания заменяется на следующий свой выход. Причем здесь наука и ее критика вообще. Что-то здесь перепутано. На самом деле, основная проблема-то заключается в том, что наука это интеллектуальная монополия. Да, было вначале заявлено, что борьба против монополии науки, да, монополия науки, она где? Она, то есть, ну, смотрите, наука, она разве конкурирует с товарами, с производством с каким-то? Она разве конкурирует за ваше, ну, напрямую, в прямом смысле, желание. То есть, вы хотите науку саму по себе? Вы, наука конкурирует с маркетингом? Да вроде бы не конкурирует. Потому что она не в той области находится, не в той сфере. Вот в сфере познания наука победила. В конкуренции она как бы, она как бы является монополией. Она является монополией на познании, вообще в принципе, да. Но за пределами познания наука не монополия, к счастью. К счастью или к сожалению. И отчуждение труда и желания, мы, соответственно, переходим к отчуждению внимания, да. И капитал уже производят, поэтому не рабочих. Вопрос, при чем тут наука пока что? Мы начали с одного, потом перешли на совершенно другое. Уже 30 минут прошло и, честно говоря, я вижу какую-то хуйню пока что. Ну это же как-то даже странно. То есть нам заявили, что здесь борьба с монополией науки. Но автор выходит и говорит, что никакой монополии науки-то по сути нет. Вот у нас как бы тут рыночек порешал, рыночек порешал, капиталистические механизмы. Я тут такой постмарксист. Я постмарксист, соответственно, который вам будет тут рассказывать. Постмодернист, дефисмарксист, получается. Который будет вам рассказывать о том, как вот рыночек устроен и что наука подчинилась рыночку на самом деле. И все. Утопия, антиутопии этого периода связаны с этим. С исчезновением разности. Здесь, соответственно, наоборот. Раз мы проводим границы и хотим огородиться всех остальных, то, соответственно, у нас будет все иначе. И, очевидно, наука тоже будет работать иначе. А, наука. А что такое наука? Что такое наука? Почему она будет работать иначе? Может быть, если наука в кавычках работает иначе, может, она уже вообще перестала быть наукой? Почему наука вообще может производить технологию, в кавычках, рекламу и контент блогеров, просветителей, мнения, дискуссии, сообщества? Ну, вообще все, что угодно производит мнение, дискуссии, сообщества и блогеров, и просветителей, в кавычках, в своих направлении. Религия тоже это делает. Так что это, вообще-то, не особое исключение. Производит рекламу, менеджеров, актеров, бренды, пиарщиков, симуляцию. Но это не наука, это, собственно, производит академическая структура. Университеты, институты производят. Понимаете, в чем дело? Вот что производят. Производит технологии. Ну, обычно, да, мы можем сказать, что это практика производит технологии. Ну, если наука производит технологии, наверное, тогда все-таки ее монополия, ее монополия полностью оправдана, оказывается. Понимаете, в чем дело? Ее монополия выдерживает всю критику тогда, по большей части. То есть, наука мега полезна, наука молодец, наука красавица, короче, наука крута, наука лидирует, доминирует и вообще. А все остальные, как бы, ясус, бибу. Ну, соответственно, тогда монополия науки обусловлена. Это единственная форма познания, которая производит в большом количестве технологий в таком случае. Самый главный удар по науке должен быть нанесен в область практики, я считаю. Да, то есть, связь теории и практики – это единственная область, которая должна подвергаться сомнению, если мы... Ну, как единственная... Это самая важная область, которой необходимо подвергнуть сомнению, если мы придерживаемся методологического антисоентизма. Если вы считаете, что наука производит практику, единственное, что вы можете дальше делать, это сказать, что практика полное говно, мы не хотим практику, мы анархопримитивисты, уга-буга-пипи-пупу и бегать, соответственно, с битами, ежепалками. То есть, вам придется быть антипрогрессивистом в таком случае. Я, например, не готов принять тезисы антипрогрессивизма, вообще никакие не готовы, да? Но если сомневаться, критиковать науку, прежде всего надо критиковать вот этот вот мостик, перемычку между наукой и практикой, что вполне возможно, у меня отдельная книга под это есть уже, да? У меня конкретно книга по данному аргументу, она полностью расписана, и это самое важное, что мы должны сделать. Остальное, да, как только мы разделили науку и практику, дальше идет обычный философский разбор и обычная философская критика теоретической науки. Все, изи. Ну вот, как-то вот так вот оно должно происходить, в идеале. Потому что, если мы буквально утверждаем, что капиталистическая наука, да господи, какой же он марксист, блин, какой же он марксист и постмодернист одновременно, как бесит. Производит технологии, ну для большинства людей это аргумент в пользу науки. Просто пока люди уверены, что наука производит технологии, они будут верить в науку. Они будут думать, что наука главная, наука рулит, наука полезна. Ну, как-то так. И опять же, это вообще нифига не выводит нас за пределы монополии науки, не дает нам эту монополию науки как-то подвинуть. И мы философы совсем хуй, стоим в стороне, отсасываем скромненько. Почему? Да потому что. Потому что просто мы не можем ничего науке противопоставить. Тут технологии, тут реклама, тут производство контента, тут все самое хорошее, светлое и замечательное. А мы философы, ничтожество. Мы ничего не можем, мы ничего не производим. Мы ненавидимые изгои, которые никому нафиг не нужны и даже потенциально никому не можем пригодиться. То есть, да, наука вот она, крута. То есть, вот это завершающий слайд. Значит, классическая наука, да, связана с тем, что она нужна, ее покупает капитал для того, чтобы производить технологии. Соответственно, она производит всю вот эту инфраструктуру. Она производит научных сотрудников, промышленников, которые у них закупают эту самую науку и технологии. Кто она? Наука это не человек, в этом проблема. Наука это абстрактный термин. Наука сама по себе никого и ничего не производит. Ее никто не покупает. Ее купить не надо. Здорово, пацаны. Ну, допустим, подвойной запущу после этого видео. Демократию административную, дисциплину, надзор, все эти штуки классической науки. Мы все с ними знакомы, мы все как бы там... Да, и до сих пор управленцы науки считают, что вот почему с наукой все плохо, потому что промышленники ее почему-то не покупают. Потому что казалось, что промышленникам больше не нужна наука и не нужно им присвоить как можно больше товаров. Второе лицо науки, да, это наука вот этой самой рекламного типа, да, которая производит менеджеров, актеров, научные бренды, пиарщиков, симуляции и так далее. То есть когда у нас наука... Симуляцию и так далее. Как же он бодрияра так, знаете, тонко. Да, у нас вот эта академия производит менеджеров, актеров, бренды, пиарщиков, симуляцию и так далее. Неожиданно так, опа, пацаны симуляцию производят Делает рекламу, грубо говоря Но не только Она же делает бренды, она же делает статус и так далее и тому подобное Например, история И тут я понимаю одну колоссальную проблему Автор вообще не определил, что такое наука В беседе о том, что такое наука Я считаю просто обязательным Вообще абсолютно неизменным свойством Которое должно присутствовать в любой беседе о науке Методологии науки, философии науки Это просто сразу ее определение Ну или не прям сразу Но в любом случае должно присутствовать ее определение Иначе я не понимаю, о чем он говорит Я просто принципиально не понимаю, о какой науке он говорит Да я вообще в принципе уверен, что большинство людей, которые думают, что наука производит практику И не думают, что производить контент и делать рекламу Это наука Меня Дарья зовут Ну вы знаете, вот я, например, из лекции Ну практически, мне кажется, тут все вы смешали Вы же дар, яичницу, мух, котлет Вы выделили дополнительно два типа мировоззрения, да? Например, на первом слайде там или на втором Медиа и реклама Но вот вам не кажется, что это Ну преждевременно, да? И во всяком случае не совсем научно само по себе выделять эти два новых типа мировоззрения Почему? Потому что мировоззрение Лол. Преждевременно и не совсем научно. Короче, пришли. Не, китами так и не заказали, они к батон. Пришли, короче, ребята, обсудить монополию науки. Вот. Пришли, короче, обсудить монополию науки. И тут тетка заявляет, так это не совсем научно все. Отвечает на вопрос, как я вижу мир. А реклама и медиа это всего лишь средство. Ну, например, в той же там и в мифологии, и в религии, вы думаете, не использовались элементы рекламы или там медиа? Просто на сегодняшний день, конечно, больше влияние оказывает. Но, тем не менее, это не само мировоззрение, это лишь средство. Я не знаю, кто это такой, Адам. Того, как это мировоззрение может формироваться или как научные знания могут распространяться. Ну, у меня, вообще, очень много вопросов было. Ну, например, вы примеры приводили там по поводу докторов и яиц, там, стоматологов. Доктора и яйца. Ну, одна из задач науки, если вы знаете, а вы наверняка знаете, поскольку на философском факультете, да, преподаете, это проблем демаркации, в том числе и отграничение как раз научного и ненаучного знания. И вот то, что вы говорили, критериям научности, в принципе, вообще не соответствует никаким, да, и поэтому наука направлена не на то, чтобы это утвердить, а в том числе на то, чтобы это опровергнуть, да, и... Ну, она хотя бы шарит немножко. Вообще странно, что она там что-то делает. Сейчас целые программы разрабатываются там по поводу того, как вот такое научное и ненаучное знание, в том числе и в сознании большого количества людей, чтобы и большое количество людей могли это все разграничивать. Ну, давайте пока на этих остановимся, а потом, может, я еще что-нибудь спрошу. Спасибо за вопросы, очень-очень правильные вопросы. Про рекламу и медиа, что это несамостоятельное мировоззрение, а мне на самом деле кажется, что тогда все остальные тоже несамостоятельные, потому что я... А мне на самом деле кажется ответ. Короче, у нас есть системы, которые буквально создают мировоззрение, то есть способы воззрения на мир, реклама и медиа не создают способы воззрения на мир, независимо, собственно, сами от себя. Философия, религия, наука и мифы. Они производят мировоззрение как таковое, да, по крайней мере, ну вот все вот это мы можем даже объединить, когда создать создание мировоззрения. А реклама и медиа, они продают продукцию, соответственно, и медиа создает продукцию, ну, если там есть какое-то мировоззрение, она создает это на базе науки, религии или философии. То есть медиа вообще не работает независимо. У медиа нет мировоззрения, вот. У рекламы нет мировоззрения. Это не идеи сами по себе, да, это не какие-то идеи о том, как мир на самом деле устроен. Это не о вселенной, это не о физике, это не о сверхъестественном, да, это не о сверхфизическом, это ни о чем, это просто реклама и медиа. Причем, да, реклама и медиа могут апеллировать текстами, терминами философии, религии, науки и так далее, но... Как раз понимаю мировоззрение, мне кажется, пук-пук, как вот эти инструменты, критерии, как мы отделяем одно от другого. Да никак, это все одно и то же на самом деле, а реклама и медиа просто другое. И в этом смысле реклама и медиа здесь... Но при этом это индустрия, которая работает системно. Несмотря на то, что реклам много, да, и научных теорий много, тем не менее, реклама это целая система, целая индустрия, которая работает по определенным законам и механизмам, и у которой есть определенные цели, о которых мы можем говорить. Еще раз, кто основывается в научных данных? Ну мы сейчас... Чел, это кринж. Да, реклама опирается на текущую культуру, а философия, религия и наука, они эту культуру, по сути, плюс-минус творят. Они тоже опираются, конечно. Но основное и главное свойство, это, ну, получается, продуцировать идеи, в том числе. Хоть в какой-то степени. И религия должна развиваться, и религия должна эволюционировать, и религия должна предлагать новые подходы интеллектуальные, да. Важно заметить, что у философии и религии, и науки, у них подход к познанию, это подходы к познанию истины как таковой, вообще к возможности ее познания. А реклама и медиа к истине не имеют вообще никакого отношения, не имеют отношения к реальности. Я вообще не понимаю, зачем здесь реклама и медиа. Ну, и автор не очень убедительно показал, что он прав. Ну, какой-то чепуху, по-моему, очень странно, что-то сказал. С вами как бы просто уперлись в позицию, у вас одна, я считаю, что нет. Мы просто уперлись в позицию, здесь одна и другая. Я просто считаю, что нет. То есть, женщина ему говорит, тут критерии разные принципиально, да, по делению мифа, философии, религии, науки и рекламы и медиа. Просто разные критерии терминологически. Я считаю, что нет. Это то же самое, что сказать. Вот у нас есть скит, и вот у нас есть конь. И это разные создания, да, это разные создания. А я считаю, что нет, приветствую, мол, наверное, нет, они одинаковые, никакой разницы не вижу. Вот у него глаза, и у него глаза есть. Да, но просто если мы смотрим на физиологию кита, морфологию кита, анатомию кита, генетику кита, и то же самое с лошадью делом, они оказываются разными довольно-таки. Неожиданно, да. То есть, это создание одного рода, только в том смысле, что оба животные, как минимум. Мы можем здесь критерии единства подвести, да, некоторые, такую общую категорию единства. Это то, что они животные. Здесь же, да, миф, философия, религия, наука, реклама и медиа. Единственное, что они общие, наверное, имеют, это то, что все эти термины являются абстрактными. Ну, наверное, это то, что их реально объединяет. А вот миф, философия, религия и наука имеют общее, потому что все четыре формы этих мировоззрения, в кавычках четыре формы, да, они претендуют на познание. Реклама и медиа на познание не претендуют. Ну, или тогда все остальное средство. То есть, а наука почему тогда не средство? Наука, вот в этом контексте, да, наука... Бля, Чил, что такое наука? Определение, дай науке. Дай определение науки, просто заебал. Я на протяжении сорока минут не услышал нормального определения науки. Ты просто сейчас болтаешь про какое-то абстрактное, рандомное слово, которое ничего не значит. Я здесь передернул, да, смотрите, я сначала... Мы видели, да, хорошо передернул. ...сказал, что наука — это мировоззрение в том смысле, что, да, она сидит в головах, помогает людям отделять реального от нереального, а потом стал говорить про то, что наука нужна для того, чтобы производить товары. Во втором смысле это стопудовый инструмент. Да, в первом может быть... Которые нужны и за которые платят только потому, что они помогают производить технологию. Да, наверное, но классической науки... Вот, хорошо, давайте, вам будет проще, если скажу, что первая — это наука, а вторая, третья — не совсем. Производство технологий не является наукой в большинстве систем философии. Подавляющее большинство учёных не производили никаких технологий. Эйнштейн не произвёл никаких технологий. Понимаете, в чём дело? Эйнштейн, он не ручками работал, он головой работал, как и большинство людей, которых мы в первую очередь называем учёными. Вообще, сам заход того, что наука — это производство технологий само по себе, да, вот само по себе производство технологий, выводит науку из вот тех мировоззрений автоматически. Вот почти автоматически выводит. То есть, у нас есть тогда религия, у нас есть тогда миф, у нас есть тогда философия. Наука, она туда не входит, она тогда не вписывается по критерию в ту череду понятий. Ну, тогда можно, да, сказать, что наука, реклама и контент... Хотя тоже здесь тоже общего мало. Наука какая-то третья категория оказывается, чисто практическая. Я, честно говоря, не понимаю. Нет, есть определение науки через практику. И, например, маргинал много озвучивает это. Вот. Да не, Ромал, не думают они, как это применить вообще. Дело не в применении. Применить, как инженеры думают что-то уже непосредственно методом проб и ошибок. Они делают какие-то... У них есть задачи, они их выполняют, поставленные задачи. И всё. В лучшем случае теория объясняет, что они сделали, да. Типа, вот так, ну мы какую-то хуйню сделали, у нас что-то получилось, это было круто. И теория подсказывает, что получилось, да, с одной стороны. Почему это вообще получилось, если теория хорошая. Если не подсказывает, придётся новую теорию подбирать. Вот. А с другой стороны, иногда теория помогает, и очень часто помогает, уже обособить имеющийся теоретический опыт. Вообще эти практический в смысле опыт, да, имеющийся эмпирический опыт помогает нам обособить. Ну и из этих обособлений мы можем иногда полезные всякие формулы брать, брать полезные, в общем-то, тоже связки всяких вещей. И как-то умно об этом разговаривать, соответственно. Да, но это всё равно не значит, что теория так или иначе применяется на практике. Теорию вообще нельзя на практике применить. Теория это ментальный конструкт. Только практика на практике применяется. Понимаете, в чём дело? Для того, чтобы добиться какой-то практики, вам нужно сделать правильную, правильную совокупность действий с правильными предметами. Вы берёте те или иные предметы, вы правильно их обрабатываете, оказываете на них правильное влияние. Вам для всего этого теория даже не нужна. Для того, чтобы создать самые топовые, передовые, современные телефоны, просто собрать их, да, нам не нужна наука, нам нужен необразованный китаец. Несколько необразованных китайцев просто достаточно, чтобы собрать топовейший современный телефон как-то так а чтобы создать его но нам нужно нам нужна работа многолетняя инженеров до которые будут методом проб и ошибок много чего пробовать делать и создавать тоже наука и теория здесь оказываются не обязательными свойствами допустимыми иногда может быть чуть-чуть мотивирующими может быть чем-то даже помогающими но не обязательными вот я считаю что все-таки мировоззрение это инструмент который нам нужен и мы ими пользуемся так или иначе но и как бы ведущим наука ведущего вот этого критерия позиции ведущего критерия реальности утратила и для того чтобы их себе завоевывать она вынуждена прибегать ко всем остальным механизмам том числе к рекламе и к медиа подшиваться про то что рекламы дальше у вас был второй вопрос связанный ограничение науки не науки и собственно эта проблема встает именно в двадцатом веке когда наука перестает быть единственной появляются как раз попытки на ней спекулировать продавать вот эти самые товары прикрываясь наукой и так далее тому подобное с этим все понятно но именно в этот момент это как маркер того что такие проблемы появляются с тем что наука теперь больше не главная идеология не главное мировоззрение она стала узкой маленькой проблемкой конкретных людей в этом смысле на наука не главное мировоззрение как мы на мир смотрим через какую призму люди смотрят на мир главный вопрос да наука не главное мировоззрение как вы видите мир как вы видите мир из чего состоит мир из атомов из clarков из базонов еще чего вы думаете мир состоит какое объяснение вы берете из чего состоит меры научная космос какая как это там есть боги какие-нибудь существа мистические силы законы они такие же как на земле вы опять же берете научное объяснение неожиданно какие законы в мире работают опять же берете научное объяснение а как человек появился полюция опять вы научное объяснение берете то есть вы буквально вообще все люди практически буквально за исключением некоторых как раз маленький группа маргиналов уверены в том что мир функционирует по научным законам познаучным правилам по правилам научных теорий мир функционирует и вдруг оказывается наука это не главное в каучках мировоззрение а важнее науки как мировоззрение оказывается реклама и медиа хотя в рекламе и медиа вообще нет мировоззрения по определению слова мировоззрения господи кринж что-то кринжолок вообще он он преподает людям это какой-то да постмодернистический современный марксист который нам прошли за анализ снова рассказал это непоследовательная чепуха в общем-то вместо нормальной критики науки да и вместо того чтобы критиковать ее монополию а лек лекция вот 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 это вот собра вот эта конференция по сути тогда вот люди заявили что мы здесь боремся против монополии науки выходит чувак говорит так нет никакой монополии науки у нас тут шизоанализ блять рыночек наука вообще не главное мировоззрение это удел микро шизов каких-то и все наш маленькая группа людей удел маленькой группы людей научное мировоззрение при этом люди большинство людей получающих образование в школе хотя бы в школе а большинство людей получают образование в школе имеют научное мировоззрение потому что их этому мировоззрению буквально учат блин в чистом виде она наверно где-то там и существует среди малых людей а как большое мировоззрение большого мира больше ее нет вот наверное так я вам ответил но мы с вами на разных позиций стоим я прям вижу что у вас удовлетворяет мой ответ нужно еще есть вопросы чтобы мы не ушли в о по мере приближения к двадцатому веку мы больше переходим к рассмотру человек с точки зрения психоанализа психологии процессов психически который с ним происходит если в период мифологии мы будем рассматривать там же тоже наверняка было и шизофрении депрессия учитывая что человек не мог разграничить реально нереально и боялся но просто потому что до этого не было психоанализа и было неправильно шаманов назвать например так сил ты сам шаман шизофреник лол это просто cringe это просто cringe короче все же все что я здесь услышал это просто cringe это непоследовательная чепуха лады бы он дал определение науки наука технология допустим начал бы из него что-то выводить последовательно четко и понятно я такой ну окей ладно теперь я все понимаю теперь я вижу что ты хочешь мне донести ладно если с твоими определениями согласиться если с ними согласиться то все хорошо допустим никами или параноиками но там другая работает система координат и норма ну как бы норма это как бы одна из штук которые вводят в том числе наука как мировоззрение что есть нормальные люди и ненормальные как бы сама психоанализ но он наверное решил что все кто не занимается наукой непосредственно имеют не научный мировоззрение так он технологию буквал чуть ли не технологию называет мировоззрением я не знаю но читает рекламу мировоззрением рекламу мировоззрением считает лол даже не психоанализм психотерапии как наука да она связана с тем что нам нужно отделить нормальных и нормальных тем кому можно верить кому нельзя в мифе этой проблем просто нет миф главная штука там это не развлеченность собственно это и это не отклонение кажется ребят все что он говорил про мифы в самом начале он так и считает кстати чтобы вы понимали да вот это не развлеченность истинные мнения анализ философии мифа это кажется правда это буквально его мнение это норма это норма так так все устроено это не является проблемой что наука это в целом изначально то она была направлена на то чтобы что там природу покорять мир там и тогда сюда в конечном итоге все закончилось по вашему тем что она теперь покоряет человека ну в целом да как бы психология психотерапии это покорение как наука может покорять человека если это не главное мировоззрение это удел отдельных ученых смысле ну да блять смысле ну да смысле ну да хуйня сейчас по его по его позиции до реклама и медиа которые являются более главными мировоззрениями чем наука покоряют сознание человека получается как наука то может что-то покорять она уже все это удела удела меньшинства при истории она не была капитализирована поэтому она носила характер вот эти логические скорее смысле вот как раз раскраски в орнаменту ли в левше слава левшицы ландау представьте их ебальники представьте ебальники левшицы и ландау так что они такие блять идеологизированная наука ну не в орнамент например блять чел нихуя не понимает в этой теме философию науки вообще в принципе особо не читал он не понимает о чем и с кем он спорит тут какой-то просто постмодернистическое ебанутое объяснение этой самой науки какая-то вообще вообще чепуха честно говоря я очень разочарован я думал он там хотя бы постмодернистическая нормальная критика хотя бы рационализма начнется научного ну хотя бы да хотя бы если вы посмотрите же можно просто взять и зайти как бы с козырей рационализм хуйня и рационализм топ ну и соответственно все ваши рационалистические модернистические подходы полная чепуха и они не работают да и начать она нормально раскрывать почему где и когда не работать в чем мы не уверены и так далее так далее вместо этого какой-то шизо марксиско-постмодернистический анализ понятий которые без того нормально работали да какая-то шиши за фазия в общем-то проявляется Никаких аргументов, никаких доказательств, никаких, в общем-то, никаких ничего. Можете вернуться на тот слайд, где у вас была показана гегелевская спираль, вот это все? Вы сказали, что, ну, как бы... Осталось 4 минуты. Отрицание, отрицание, и религия апеллирует к мифу, а наука к философии и так далее. Тогда, ну, вот по вашей логике медиа, как к науке будет? Никак. То есть я сказал, что это схема, которая мне показалась удачной сюда прицепить, когда я думал... Блядь, какая хуйня! Ладно. Вот, над картинками сегодня. Вы правы совершенно, как бы, нет, не работает. Вот так я вам лихо отвечу. Нет, вы правы. Правы и не работает, действительно. Можно, конечно... Я просто так, блядь, эту хуйню сюда впихнул. Я просто впихнул, блядь, эту хуйню сюда, просто так, да. Медиа никак не отсылает к науке, никак на неё не опирается. Хотя я сказал, что опирается, но теперь не опирается. Всё, похуй. Похуй, короче. И гегелевскую спираль просто по приколу сюда засунул, типа, я знаю Гегеля. Ха-ха-ха. Я просто знаю, я просто знаю Гегеля, блядь, ребят. Просто положил сюда Гегеля. Путь будет, блядь. Спасибо, чел. Попытаться, но я бы не стал. Я не готов к этому. У меня нет аргументов. Окей. Больших вопросов нет, спасибо. Ну, хорошо. Хорошо. До этого работал, а потом перестал. Да, потому что, как бы, вот, в смысле, схемка предыдущая, она же из учебников философии условно, в том числе, как бы, под влиянием Гегеля, и там всё встроено, действительно, одно за одним выстраивается. А с рекламой медиа это вот то, что я сюда внёс, и поэтому, конечно, оно в гегельский принцип не встраивается. Наверное, потому что я не прав. То есть я на базе принципа, который выстроил Гегель, встроил в эту хуйню рекламу и медиа, которые не вкладываются в принцип Гегеля. Сука, блядь, зачем ты это сделал просто? Зачем? Зачем? Нахуя ты тратишь наше время? Зачем? Нахуя? Нахуя все вот это вот начало? Зачем оно? Зачем все эти классификации на мировоззрение, если, ну, я просто, да, взял там чё-то, вот, да, блядь, продолжил чё-то там. Ему просто по кайфу. Да и вот я тоже думаю, чё, просто по кайфу, он пришёл потратить наши 54 минуты ни на что.